А теперь, обогатившись знаниями разнообразных экзотических языков, обратимся к русскому языку. В русском языке тоже бывает логика. Там бывают не только правила с исключением. Давайте попробуем навести классификацию. Следующая задача. Нам надо расклассифицировать сочетание с предлогом пол. Один предлог имеет много значений. Да, кстати, эту задачу, как и многие другие задачи, полезно бывает дочитывать до конца, потому что задание номер три в некотором смысле служит большой-большой подсказкой к заданию номер один. Александр Васильевич, а во сколько заканчивается занятие? У нас нет ограничения, потому что завтра у нас занятия здесь начинаются в 10 часов утра. В 10 часов утра до 10 часов утра у нас начинается. Это реально. В 10 часов придут все еще. На всякий случай, как говорится, сюда можно приходить стало. То есть вот сделали доски, парты. Да, доски и парты. Я помню, в Яндексе я в прошлом году разбирала задачи Олимпиады, просто, чтобы выложить в сеть для иногородных участников. И там были доски маркерные, которые не работали совсем. В итоге разбор выглядел так. Я решаю задачу, пишу все маркером на доске, потом говорю, все, задача решена. На этом месте вырубается камера, я беру жидкость, пшик-пшик-пшик, и минут 10 оттираю эту доску, чтобы на ней можно было еще чего-нибудь написать. Потом решаю следующую задачу, даю условный сигнал, камера вырубается. Здесь есть тоже такие доски, это такое матовое белое стекло. Они не пластиковые белые, а на матовом белом стекле. Въедается чудовищный совершенно маркер, жидкость не помогает. Да-да-да. Знаете, что помогает? Кипяток. В кипяточке тряпку, доска так боится, сразу все разъедается. Спасибо, что есть. Да, родная мудрость. Это вам, между прочим, биологи. У меня же биологический лекторий внизу, но он меньше этого. И там вот одна такая доска. И биологи аккуратно в пластиковой коробочке держат на батарее воду. Я сначала не подевала, с подогрелом. Нет, да. И потом, соответственно, бумажным полотенцем стирается в две секунды. Голь на выдумке хитрая. Ну, так как. Мы тоже с жидкостью сначала относились. Они все не понимали, зачем жидкость. А я не понимала, зачем у них коробочка на батарее. Поделились опытом. А в каждой группе, знаете, знаете, количество слов? Нет, не обязательно. Вот смотрите. Вот, например, у вас есть такое сочетание. Игра по правилам. Кто может придумать, как это переформулировать? Для задания. Игра по правилам. Игра по правилам. Не совсем. Игра по правилам. При помощи правильной игры. Тоже не совсем. Ваша была идея? Ну, не была идея. Так, чья же была идея? Кто поднимал? Да. Правильно играть? Ну, немножко все-таки не точно. Лучше, по-моему, сформулировать в соответствии с правилами. У вас такая была идея? Ну, играть с правилами. Ну, с правилами. Играть в определенные правила. В соответствии с правилами, да? Вот как правило диктуют, так в соответствии с этим мы будем играть. То же самое, как поступать по совести. Поступать по совести. Одет по моде. Да, одет по моде в эту же группу, потому что как моды диктует, так в соответствии с модой будут люди одеваться. Верно по определению. Верно по определению, да. В соответствии с определением. Вот как определение нам диктует, так вот оно и верно. Из тех слов, из тех сочетаний, которые в задании 2, кто годится в эту группу? Каждому по потребности. Каждому по потребности. Вот какая потребность у кого есть, в соответствии с этой потребностью, у каждого будет выдано. Хорошо? Я еще приняла группу с отец по партии. Да, там друг по переписке. Знакомый с анатолией, правильно? Да. Коллега по институту. Коллега по институту. А из сочетаний задания 2? Товарищи по несчастью. Давай, еще по несчастью. Правильно. Еще можно на группу? Давайте. Можно прочитать слово по буквам, перенести груз по частям и написать или печатать роман по главе? Да. Кто сможет придумать формулировку? Да, объяснить задачу по этапам. Сюда. А это все укладывается из-за... По маленьким кусочкам? Да. Разделив на части. Разделив на буквы, разделив на этапы. Или складывая из букв частей, этапов и так далее. Да. Из-за чего? Например, получить двойку по глупости, отцовывать по болезни, оказаться по недоразумению? По причине или вследствии чего-то. Да. Правильные формулировки молодцы. Отцовывать по болезни, оказаться здесь по недоразумению, получить двойку по глупости. Держать наш по ветру, это в сторону ветра. Да, это в сторону, в направлении. Что еще? Гладить по шерстке. Гладить по шерстке, да, в направлении, в котором растет шерсть. И еще что сюда подойдет? Глазить по течению. Глазить по течению. А что из задания 2 не получит никакой группы? Можно говорить? Говорить по телефону, да, оно не входит ни в какую группу. Выходить по лесу. Да. Да. Вот такие вот предлоги многозначные, они дают очень много трудностей всяким поисковым системам, всяким реферативным системам и всяким системам машинного перевода. Вот поди объясни компьютеру, почему один получил двойку по физике, а другой двойку по глупости. И что это вообще-то две разные вещи. И на какой-то другой язык это может переводиться совершенно по-разному. Да. Ходить по лесу это же идти куда-то. А у нас такой группы нет. Кроме ходить по лесу, у нас в условии такого больше не попалось. Правильно? Да. И по лесу это не куда-то, это где-то. Почему? Вот если бы у нас было там плыть по реке, гулять по парку, тогда это была бы группа. Но таких словосочетаний у нас в задаче нет. Поэтому это словосочетание в те группы, которые у нас тут выделились, не попадет.